На рейд по реке Кан рыбоохрана выходит рано утром, когда браконьеры начинают снимать сети с ночным уловом. Первым делом инспекторы проверяют одиноко стоящие машины и шумные компании, у которых есть лодка. Не найдя сетей на берегу, инспекторы понимают, что их еще не сняли. Наученные опытом, инспекторы решают проверить протоку чуть выше по течению и натыкаются сразу на несколько сетей. Убрать браконьеров надо с поличным, иначе доказать что-либо, как в этом случае, невозможно. Поэтому сети просто изымаются, а рейд продолжается. На 10 районов восточной группы приходится всего 4 инспектора рыбоохраны. Работы им хватает в любой сезон. С Латуярского района до Иркутской области 10 районов у нас. И работаем постоянно, все районы обслуживаем, все деревни, все населенные пункты. На месте мужчины работаем. А в этом случае нам повезло. Мы заметили браконьера в тот момент, когда он уже с уловом выбирался на берег. Мужчина попытался скрыться, но увидев вместе с инспектором рыбоохраны сотрудника полиции, понял, что это бессмысленно. Мы проводим совместные рейды с сотрудниками рыбоохраны. Так как граждане, незаконно послушные, оказывают неповиновение сотрудникам, пытаются скрыться, не представляются, пытаются убежать. Ну а когда видят сотрудника полиции, наверное, все встает на свои места. Ну немного, конечно, дисциплинируют их. Желание легкой наживы, пожалуй, именно это движет браконьерами. Как видите, в эту сеть попалось довольно много рыбы и есть очень крупные щуки. Чтобы поймать такую на спиннинг, нужно пройти, ну наверняка, не один десяток километров пешком по берегу. Ну а за такую рыбацкую удачу теперь придется отвечать по всей строгости закона. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости.